Ты их не купил, а я не спрошу, потому что я не могу снимать фотографию, но я уже не купил. Ну там книжки как-то есть. Ну я читал, не знаю, мне понравилось. Давай это и включаем ЕЕ 7. Ну она как бы да, она... Ну конечно для новичка покажется таким... Я ее читал. Ну да непонятно, короче. Ну на самом деле там как раз все то, что надо узнать про ЕЕ. Она условно делится в принципе чем-то похожей как у нас. Она делится на три части. То есть идут основы. Идет там по-моему GPA. GPA это то же самое, что интернет, только это Ора Тоская. И по моему идут сервисы. Ну GPP? А, да, EFGB еще. Ну это EFGB это условно говоря спрейм. То есть вот там в принципе все то же самое, кроме вот EFGB и EFGB. В принципе кто-то прочитает и разберется и в этом, оно одинаково. Концепт одними тоже просто реализация, не только другая. И собственно Spring появился только потому, что тормозилась развитие EGP. То есть не было нормального описания. EGPA как бы... Ну тоже нефти, поэтому появился хитернейт. То есть и все. То есть каждый раз дал предпосылки, но на самом деле закладывается и здесь, и здесь одинаково и сейчас уже. Ну и с помощью аннотации они в принципе как бы спорно говорили, что лучше использовать. Ну на этом все. А так книга как раз по всему этому. Ну обратно же написано достаточно такие. Нелегко. Но тем не менее как справочник и как кратко обо всем можно использовать. Так. 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 Скорпируем. Попробуем. Попробуем. Так. 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 То есть. А так. Ну больше короче я там их не делал. Там есть. По моему. У этого. Точно. Видел. Там в предыдущем списке была последняя такая новостная книга синяя. С тигром. Называется программирование нордава. Там в одной главе как раз описано web. Сервисы. REST. SOAP. И. И. СМН. Да. Ну то есть там кроме. Будете читать кроме самих сервисов. Еще посмотрите их обязательно. СМН. Акшелизацию. СМН. Да. Интересно. Кто. Здесь кто хорошо знаком с правоскрыцом? Ну кроме того, что цвет кнопочки менять. И элементы перетаскивать по этому. Нас будет интересовать постоянно адзарс. Значит перехать? Да. Но мы будем работать, наверное, с JSON форматом. В нашем случае проще преобразовывать в это. Будем делать все это на jQuery. Поэтому тем кто будет смотреть. Если смотреть на JavaScript, то интересует только jQuery. Из всего нужны будут только формы, таблица и гиперсейлка. Все. Из всего еще нет. Больше никакие элементы там нужны не будет. Форма, таблица и гиперсейлка. Ну это вам так превью, потому что у нас там есть. Главное, чтобы заправить. Точнее в чит-мир все было нормально с интернетом. А вот это мы будем делать. Сейчас покажу. Ну, в принципе, все можно делать локально. Единственное, чтобы майло не нормально. Ну, я проверю, я скажу, что надо скачать. Чтобы оно столько долго было. Потому что подготовился заранее. Почему? Ну да, я же скажу, если есть проблемы. Но даже без мавы нам надо посмотреть и без кинетки там. Ну да, в принципе, можно будет без мавы, если всего этого. Может быть просто какой-то локально сразу. Все это будет нормально, будем на немцах. Да, это будет принципиально. Так, это то, что по тому, что уже начнем накопать сюда. Ну, тут немного, на самом деле там... Окей. Так, следующее занятие будет абсолютно практическое и... Ну, в общем, такой мини-хакакончик. Натремся и будем сидеть и чесать ход. Так, какую предметную область выберем? Лекон. Кого? Леконная коммерция. Ну да, электронная коммерция. Ну да, чтобы продавать книги. Вроде бы котик. Земли, области, вода. Это как, почему машина первая была называлась Победа, а не Родина. Ну да. Почем же Родина. Да, почем же Родина. Почем же Родина. Да, хорошо, электронная коммерция. Что продаем? Нам просто надо вам определить схему базы данных, чтобы подготовили уже схему базы данных себе. Ну, про котиков отличный вариант. Это не Елинка. Готов продавать? Да, нормальная тема. Ну, сделайте тогда. Ну, в принципе это нормально. Да, зоомагазин. Нет, котиков и зоомагазины разные. Почем же продавать. Корм. Кроводки. И корм. Ну, собственно, и прочие. На корм, да, кстати. И прочие тузы. Ну да. Кстати, нам же еще есть мышки для питона. Вы можете такое как-то... Да. Вам надо делать схему своей, условно говоря, базы данных, которая у нас будет. Коля, давай как-нибудь антикотизируем, чтобы нам это написать. И вот тот прижнес, оно вообще не подходит к тому шаблону. Базу данных делать не долго. Может ее на месяц. Ага. Комповать по одноименному шаблону. Давай еще одну базу возьму какую-то конкретную. Ну, это сразу. Ну, не совсем. Ну ладно. Давайте тогда просто как-то немного ограничим. Ну, вам одна база на самом деле не нужна, потому что вы будете делать все как-то немножко с уклоном на свой сервис. Здесь не будет того, что мы будем делать что-то одно. Вам главное сохранить раз, чтобы у всего было идентификатор. Ну и, собственно, вам надо будет сделать связи между таблицами. То есть, то будут у вас там таблица коты и у кого-то будет таблица собаки, это никого особо не интересует. То есть, у вас как минимум должно быть два животных. Давайте вот так. Две сущности для животных. Вот так. Вот так. Ну, давайте пять сущностей для кормов. Ну, и там какие-то две, условно говоря, утилители. Типа клетка, царапалка, расческа. Ну, что выберете, то и будет. Коль, но все равно это связи между чем. Первое. Вот это все, то, что продается, это товар? Да. Это все товар. Какие поделят это для товар? Скорее вы видите. Наименование. Не, серьезно, здесь нет. То есть, учитесь того, что вот нет пока конкретной специфики. Вы выбираете под себя. То, что вы видите, считаете важным. Вот тот продает. То есть, то, что мы будем делать, оно будет не завязано на конкретно там, что вот есть у котов более возраст или нет у котов более возраст. То есть, мы будем делать на самом деле только сервисы. А какие данные вы будете возвращать с этих сервисов, а какие нет, уже ложится как же непосредственно на вас. То есть, это может быть просто одна таблица? Да, ну, может быть просто одна таблица. Ну, для того, чтобы это было шикарно, сделайте там несколько таблиц. Даже связи как бы нет. Смотрите, что у вас есть животное, у животного есть список кормов. То есть, соотношение один к кормове. Да. Дальше. У животного есть что? Какой-то специальный там причиндал для него. Все. Какие здесь? Здесь нет как бы даже над чем учатся в первой и третьей нормальной жизни. То есть, вот в пределах трех сущностей как бы ниблируйте. То есть, трех таких ограниченных сущностей. Не надо там добавлять какие-то там типа сущность адрес, сущность англословная и прочее. Ну, то есть, не усложняйте, если бы жить на ровном месте. Не, ну, похочешь, может сделать посложнение. То есть, корма должен быть идти как на животном? Да. Дальше. Дальше. Есть, условно говоря, форм. И что еще там на птице? И причиндалы. Дальше. Да. И назовем этот дух. Ну, короче, я не знаю, как перевести, как я вообще посчитал. Назовем этот дух. Вот. Вот. Собственно, связь вот здесь вот много, да. И вот здесь вот тоже. А, так. Ну, вот так. Много. Собственно, у каждого корма есть. Ну, тут посмотрите. Тут, по-моему, у вас с этим так не разумеется. Я тоже не особо. Но, можно прийти, на самом деле. Ну, вот и все. То есть, у каждой сущности всегда есть индикатор. Это просто закон даже. Описание. Ну, и какие-то ссылки связи. Пока это вот осталось. Ну, то есть, это не таблица. То есть, вы можете на самом деле вот здесь вот там. Ага, у вас есть отдельная таблица коты. Отдельная таблица собаки. Отдельная там таблица черепахи. Или у вас будет там отдельная таблица водоплавающие. Птица. Птица. Некопитающие. И прочее. На вашу контакт. То есть, данные меня пока не интересуют. То есть, мы будем работать над тем, чтобы их считывать оттуда. Поэтому, что вы туда положите и какой структурой вы туда положите, это тоже особо неинтересно. Ну, да. Ну, животные, корма и тут. Если кому-то в день, можете убрать какую-то часть. И главное, чтобы связь была хотя бы на две сущности. Куда мы это? Майсквель ставим. Ну, умеете же работать с майсквелем. Ну, значит, ставим майсквелем. Майсквелем, по-моему, там просто надо... А! Там даже просто надо позабивать таблицы. Да. Делаем майсквелем. Делаем майсквелем. Делаем майсквелем и нафиграем. То есть, вы разрабатываете полностью базу данных. У вас есть задача, ее надо разрабатывать. Но потом нужно сделать то, что нужно. Ну, то, что надо будет докачать, я ищу. Так, еще, 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 еще вопрос. Кто знает? Да. Да. Программа прохождения. Да. Программа прохождения. Да. Дотация стоп. Ну, типа того, да. Ну, то есть, те, кто не знает, как это работает, туда будем писать, ну, наверное, изначально как-то. Наш DAO будет, наверное, вторник. Мы будем рассматривать DAO URM. Ну, просто, как бы, данную задачу с DAO делать намного проще, чем здесь. Но мы будем делать без него. А зачем? Ну, кто умеет, сделай с ней. Что? Сразу Сидернет? Нет, конечно, не Сидернет. Сидернет это URM. А здесь вам DAO. DAO это класс, который выполняет типичные запросы, типа ставить, обновить запись. Ну, типа крут. Да, крут. Крут опираться. Да. Можно сделать красивый DAO, можно сделать обычный DAO. Что значит красиво? Там как-то потратить в сессию. О, нет. За абстрагировать и выдать нормальное время. А за что имеется в виду свою сессию? Что имеется в виду свою сессию? Задание то, что мы будем делать, я распишу, чтобы оно как-то было. Ну, а вот насчет вот этой вот таблицы, все просто с душа было. То есть, ну, чаще всего, то есть, вы выделяете основной интерфейс, там называемый, допустим, DAO. Да. Он какой-то джейнер, как бы, получается. Ну и наполняете его методами, типа. Файл, ну, файл, джейнер, голод, загрузить все записи, он возвращает лист. Там, допустим. Файл, байай, иди. Да, файл, байай, иди. Делит, креей. Да. Делит, креей. Эмдейт. Эмдейт. Ну, в общем, вот такой-то достаточно маленький нам достаточно. Все. А дальше вы собираете кучу их потомков. Ну, то есть, на каждую свою сущность заводите свой потомок, типа, там. Птица DAO. То есть, если в PaceDAO, там передается птица, там, кролик DAO, туда передается кролик. Собственно, имплементите их. Вот этот интерфейс является публичным, все остальные скрываются в протекциях внутри класса, ну, внутри пакет. Дальше вы создаете какой-то класс, который можно называть сессия или пазад. Да. И запихнуть в лоуэр и реализацию. То есть, он, условно говоря, db session. То есть, внутри этого db session вы открываете connection единый, в базе данных, он обладает, ну, тут уже по 5 шагу заговорить. Пишите методы open или closed. Ну, пусть будут. Ну, а дальше идут методы, типа, get... что там. GetPtiца. Ну, да. GetBurseDown, допустим. Вы возвращаете его, условно говоря, ну, то есть, PaceDown по типу turn. Да. Ладно, все, теперь я понял. Просто я делал точно так же, только без дженерика. То есть, у меня дженерик, чем дальше я выходил от абстрактного интерфейса, то мне становилось хуже. Поэтому я на каждую сущность делал DAO. У меня было там 4 сущности, у меня было 4 DAO. Как, наверное, у всех. Типа вот так. И тогда вы скрываете абсолютно реализацию. То есть, ты вот так вот хочешь, или можно делать, как для каждой сущности по DAO? Ну, вот это, он изящный, гораздо чем в лобешнике, в ляковке, в бельне, все это дело. Там вообще дожно, нудно и... Ну, там просто, как бы, куча одинакового кода. Да, и неинакового кода просто. Да, куча одинакового, но реально раздражает. Коля, а где это можно посмотреть? Есть ли это? Есть ли это? Есть исходник для дженерика, кажется? Ребята, это же ромашно. У нас... Ну, там... Ну, там... Ну, там... Ну, даже у меня валяется вот... Там никто не видел, там, джава... Да, джава какой-то там есть. Аудио-шоп. Да, аудио-шоп там. Ну, в общем, там есть у меня проект, называется джава... По-моему, программинг или как он там. Там джава экзамплс, там куча всяких примеров по программингу, которые мы проходили. И там где-то вот... А, можете тупо все еще по файлам найти DAO, вы найдете то, что вам надо. Там есть два типа DAO. Мы делали один DAO, который работал с... при сонах. Вроде. А потом, собственно, мы подменяли реализацию документации этих классов внутри пакета. Ну, у нас ничего не менялось реально. Абстракт... То есть, как это? Полиморфит действий. Ну, просто DAO будет проще. Ну, у кого... Кто не поймет, напишите сразу, когда начнете делать. Когда нарисуете себе схему, напишите. И сразу я вам его делаю там. Ну, вам обратно. Если это не получится, думаю, будете делать обычные эксперименты. Я вам показываю. Да. Это тоже не так. Я взял клаевоз образец, но не поборол. Ну, лень потом встала, на своем деле. Я бы не наряжу. Я лучше кнопочки раскрашиваю. Интересно, веселее. А после спирт-запроса, как говорится, было? Спросов текста. Ну, просто взяли там, открыли это. Как это называется? Collection. А, понятно. Создали statement. Пописали прямо из спирт-запрос. Получили raw set. Понятно. И там просто будет, ну, преобразование именно. Надо все равно писать, чтобы преобразовать данные. Потому что здесь не могут быть. У нас минимальное решение. То есть это просто те, кто не разберется. Хотя, в принципе, там ничего сверху. Слово-то на место. Да. Да. Сначала сделай. Вон. Да. Так. Ну, собственно, интернет могло у вас совсем. Поэтому можно попробовать. Рест. Ну, кто захочет попробовать Рест дома. В следующем занятии мы как раз будем работать с Рестом. Так что, как раз будем все это пробовать. Поэтому ничего страшного. Можно переделать то, что было в библиотеку под Рест? Да. Можно переделать библиотеку под Рест. Ну, тут я не знаю, кто-то у вас стал бы там. Среда, сверх. Главное сделайте эту. Сему базы данной. Ну, чтобы вам было с чем работать. Ну, и, соответственно, проверьте, чтобы у вас было подключение именно в Вебабри Кейшино. В вашей базе данной. Нет, нет. Ну, не знаю. Потом уже в этом, вебабри Кейшино будет. Ну, не знаю. Иногда не работает подключение там в командной треке, а в Вебабри Кейшино не работает. Да. Нормально. Вот это вот. Как идея? Ну, да. То есть, я вообще ничего больше не сделаю. Сделайте схему. Ну, у кого будет время, сделайте там, переделайте, попробуйте библиотеку. Вот это вот решение с Рестом. Простите. У кого не будет времени, сделайте хотя бы просто схему базы данной. Ну, то есть, можно даже не делать down. Вот.